Аплодисменты 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 Это что, чтобы я ушел, что ли? Аплодисменты Ну, что еще надо сказать с самого начала Я с удовольствием сейчас Сотрудничаю с РЕН-ТВ И я вам объясню почему Ко мне подходят люди, говорят Сколько можно про Америку рассказывать? Вы параноик Аплодисменты Это не я параноик Это все время один концерт по телевизору показывают И, конечно, я понял, что в этот Новый год просто произошла беда, что моим лицом пытали российское человечество. Вам все-таки приятно надо мной смеяться, я понимаю. Но действительно... А каково мне было? Я вернулся из-за границы, и на границе таможенник на меня смотрит, погрустнел лицом, говорит, вы тут тоже. Это потом я понял, что показывали практически Пугачёва, Киркорова, Галкина и Задорнова. Они, понятно, они семья. А я тут при чём, собственно говоря? И поэтому я искал сотрудничество именно с РЕН-ТВ, с такой телевизионной компанией, которая себя не теряет, для которой не важно, не столь важен рейтинг, сколь уважение. Рейтинг уважения — это понятия разные. И я хочу, чтобы ко мне относились с уважением. И мне, честно говоря, рейтинг по барабану. Но чтобы такой вечер ещё раз прошёл со взаимопониманием, несколько просят. Если есть в зале цветы, хотя я так нагло говорю, вообще, может, их и нет. Но если есть, я прошу, давайте потом заслужу подарить. И не надо мне к ногам вот сюда репетицию похорон устраивать. Я вас прошу. Мне однажды русская женщина в Иркутске подарила цветы. Вы знаете, я потом выступать не мог, потому что вот русская любовь, она опасна. Знаете, я выступаю иногда в провинциальных городах, а там, в глубинках, в провинциальных городах, живут за кулисами кошки, крысы. И они вдруг на сцену выходят. А им интересно, чего люди смеются. И, конечно, никто уже меня не слушает в этот момент. Поэтому, когда эта девушка с длинными розами в начале концерта стояла вот так перед авансценой, и невозможно начать концерт, потому что все смотрят на нее, я понимаю, надо подойти и взять цветы. И я подхожу, беру, вот этого момента я не забуду. Она говорит, я вас так люблю, и как сожмет мои руки вокруг, раз. Я весь концерт помнил о ней, и еще пару дней после этого. Я хочу начать с филетона выступления, который написан был буквально два дня назад. Все смешалось в нашем земном доме, все смешалось, все перепуталось. Война называется миротворческой операцией. Военные миротворцы мирно стреляют, мирно убивают. У них танки мирные, очень мирные мины, мирные атомные бомбы. В борьбе за мир американские миротворцы уже несколько стран разнесли в лохмотье. Демократия стала предметом экспорта и обладевает миром под лозунгом «Кто против демократии расстрел?» Молодцы, вы реагируете. Не все, конечно, но часть реагирует на очень тонкие какие-то моменты. Земля просто превратилась в сумасшедший дом вселенной. На самой популярной долларовой банкноте написано «Мы тебе, Господи, доверяем». Я правда, я хочу обратить внимание людей вот на некоторые моменты нашей всепланетной жизни на Нобелевскую премию выдвигают за изобретение Виагры. В Китае капитализм под руководством Коммунистической партии, а Украина посылает гуманитарную помощь в Ирак Америке. Цыгане, цыгане, и те поняли, что лошадей воровать нынче бесприбыльно, стали хакерами. Цыгане-хакеры, это мощно. Голливудские актеры становятся буддистами. Мадонна увлеклась кабалой. Это все равно, что Бен Ладен начнет танцевать в Лебедином озере. В Эстонии появились эстонские киллеры. Самые надежные киллеры в мире. От их рук все погибают. Некоторые даже своей смертью просто. Все перепуталось, все смешалось. Лучшие гонщики в Формуле-1 – финны. Видимо, они просто не успевают вовремя тормозить. Но больше всего все перемешалось и спуталось в России, где нефть дорожает, народ беднеет, где диетологи толстые, косметологи в прыщах, а главный демократ – КГБист. Где политикой занялись бывшие зав. лабораториями, экономикой занялись юристы. Ощущение, что они страной не руководят, а ее приговаривают. Только они могли продать бывшие государственные заводы иностранным инвесторам так, что остались этим инвесторам должны. Юмористы пошли в политику, потому что политики заняли место юмористов. Цитируют политиков в наше время, а не юмористов. Армия стала опасна только во время маневров. Причем для тех особенно, кто живет внутри страны. Напасть эта армия ни на кого не может, потому что, чтобы напасть, надо бежать. А у нас скорее увидишь хряка в балетной пачке, чем бегущего генерала. Офицеры стали толще борцов с умом. Президент ордена им не прикрепляет, а кладет на живот вот так вот. Они сами держатся так. Все перевернулось, все. Кофе без кофеина, пиво безалкогольное. Депутаты без образования. Интеллигенция превратилась в тусовку. Нищие и богаче тех, кто подает им милостыню. Поэты торгуют. Девушки мечтают о фигурах моделей циркули. Наташке стали Натали, Вальке Валерии, Ленке Хеллене, Юрке Джорджами, Федьке Фредами, Петьке Питерами. Бизнесмены открывают бутики своим женам, которые называются бизнес-леди, при этом путают доход с прибылью. Ну, есть грамотные люди, очень понимаю. А на поздравления с Пасхой Христос Воскресе отвечают Вау! Рилы! Артисты и те ринулись в бизнес. А эстрадная поп-дива, секрет рассказываю, никому не передавайте, эстрадная поп-дива купила яйцеферму у балетного танцора, потому что эта яйцеферма мешала ему танцевать. Все, все, плюс с минусом поменялись местами просто. Дети в школах учатся прятаться от ядерного взрыва между партами. В детских садах на ночь остается воспитательница, чтобы на случай, если появятся террористы, она их прогнала. Ей разрешено шваброй пользоваться для этого, да. Или позвонить по телефону в отделении милиции, но телефон заперт у директора, а директор забрал ключи, поэтому она должна попросить террористов, чтобы они подождали, пока она съездит к директору за ключами. Теленовости вообще притупили чувство страха у людей. Если где-то что-то горит или стреляют, народ уже не разбегается. Наоборот, стягиваются посмотреть, взорвется или нет то, что рядом с ним, вот здесь вот. Сообщение о заложенной бомбе в ресторане не пугает даже посетителей. На просьбу немедленно покинуть ресторан, они спокойно отвечают, «Сейчас, да иди, мы уйдем!» Гаишники, гаишники помогают легализовать ворованные автомобили, милиции крышуют бандитам. Никого уже не удивляют новости, вчера на стрелке произошла разборка между Солнцевской группировкой и местным отделением милиции. Они не поделили территорию, кто где продает наркотики. Природа, природа, и та взбесилась. Гольфстрим уже не понимает, куда ему течь. Дикие утки не улетают на юг, в развалочку топчутся по помойкам. Какая странная реакция там возникла. Они живут рядом с помойкой, судя по всему, где утки топчутся. Коты орут круглый год. Это у меня под окном, поэтому я знаю, о чем пишу. Отопление чинят зимой. Снегоуборочные комбайны готовы к работе только летом. Интернет в провинции заменил театр, кино и горячую воду вместе. На сигаретах пишут, курить вредно для здоровья. Моль питается средством от моли. Спонсор спортивных соревнований – пиво. Воду с приятным запахом называют туалетной. А любимый народный русский праздник – Старый Новый Год. Это никому объяснить невозможно в мире. Я 13 января был в Швейцарии. Наши праздновали Старый Новый Год. Так праздновали, что официант у меня потихоньку спрашивает. Так на ушко. Мол, что сегодня празднуют русские? А я-то наивняк ему перевел. Элд Ньюиа. У него глаза были человеку, у которого два пальца в розетку попали. Все перевернулось с ног на голову. Главными целителями стали экстрасенсы, у которых от переработок уже появились синяки под третьим глазом. Врачи учатся лечить на мертвых, лечат живых. От головной боли множится таблеток, но от этих таблеток портится печень. Для печени рекомендуются другие таблетки, но от них отнимаются почки. Начинается покраснение, сыпь удушья, сонливость и рвота одновременно. Слава Богу, в редких случаях летальный исход. Чтобы нейтрализовать действие этих таблеток, необходимы уколы. Но от них не имеет часть мозга, которую успешно вырезает хирург, но только после того, как больного посетит священник. Женщины потянулись в футбол, в хоккей, в бокс. Им и янь поменялись местами. В автобусе карманный вор залез к женщине в сумочку, она его схватила за руку, скрутила, отобрала паспорт, деньги и на руках отнесла в милицию. Власть успешно борется только с пенсионерами. Церковь заключает договоры со страховыми компаниями, чтобы те не страховали неосвещенные автомобили без подписи «батюшки». Епископы целуются с чиновниками, как секретари обкомов. Ни одна крутая презентация уже не обходится без крутого священника. Уже конкурсы красавиц проходят вместе с церковными представителями. В жюри конкурса красавиц священники сидят в некоторых городах. Да, причем такие не просто конкурс красавиц, а там мисс Нога. Епископ сидит, ноги контролирует. От имени церкви. Патриарх в благодарность за таможенные льготы на презентации каких-то очередных останков чуть не поцеловал президенту руку. Хорошо, президент вовремя ее отдернул. Вспомнил, что все должно быть наоборот. Народ понял, что приличная зарплата от правительства, он все равно не дождется, потянулся в церковь за Божий благодать. И теперь, молясь, выпрашивают у Господа хорошие проценты в банке, при этом крестятся мобильными телефонами. Бандиты, вот следующей фразой я горжусь, произношу медленно. Бандиты стали настолько верующими, что стараются замочить своих врагов до прощенного воскресенья. Олигархи начали строить собственные храмы на собственных участках рядом с дачами. Решили обустроить свою загробную жизнь. Литургии в форме долби, молитвы элитные, освещение векселей на ВИП-алтаре, маршрут крестного хода заказывает сам клиент. Прямо по участку. Цитаты из Библии уже появились на рекламах, в поликлинике. Возлюби врача своего. А как вам нравится бы бубном? Каждой твари. О, молодцы, даже договаривать не надо. На крещение, на крещение, в очереди за святой водой с утра давкой желающих опохмелиться. Ругань с утра. Куда ты лезешь? Козел, сам козел, я за святой водой. Ты свою рожу видел когда-нибудь? Какая святая вода? Тебе рассол нужен. Причем освещенный. Все научились каяться. После того, как изменил жене, обворовал соседа, заказал начальника. Прости меня, Господи, что я в пост съел два перепелиных яичка. А это все мы. Единственное, что осталось логичным, это наша российская символика. Особенно символ главной российской политической партии Единая Россия. Медведь. Удивительно точный символ. Летом разоряет улья, птичьи гнезда. В цирке катается на мотоцикле и танцует барыню. А главное, полгода спит и сосет собственную лапу. В остальном, в остальном законы логики нарушились. У земли матушки поднялась температура. Но даже это всепланетное потепление обернулось в Россию удивительно снежной и морозной весной. Которая припорошила и украсила наше мутное время до самого лета. Вообще, сейчас я хочу поговорить про чиновников. Поэтому я попрошу, если в зале есть чиновники, вы не обижайтесь. Ладно? Потому что так, порознь, вы нормальные ребята. Но когда все вместе, какая-то всероссийская вечная беда. Я считаю, что вот партия «Единая Россия», она очень правильно проводила предвыборную кампанию. Мне пришлось однажды ехать на метро, пробка была, и я не пожалел. Их наклейки «Единая Россия» были развешаны на дверях в метро. А сразу под ними не прислоняться. Но, вообще, я вам должен сказать, что, вот продолжая тему наших чиновников, вы знаете, что чиновники из партии «Единая Россия», у них сейчас новая, у них инициатива такая, по их инициативе сейчас выходит книга «Россия. Родина Путина». Странно, почему-то вот эта часть зала реагирует. А здесь чиновников больше, что ли? Я даже не понимаю. А здесь, как-то, что ли, молодежь больше. Ну, у них сейчас много инициатив. Ой, они по-новому прощаются друг с другом сейчас, да? Члены партии «Единая Россия», они при расставании говорят, да поможет вам Путин. У них полное ощущение, что это Господь Бог Путин, он отслеживает все. Ну, они действительно, слушайте, они всерьез вывешивают его портреты, лозунги везде. В Москве, вы попробуйте вот так посмотреть наверх, на многих домах изречение Путина, грубными буквами, посреди Москвы, напротив Думы. Какое точное выражение Путина? Мы должны сделать Россию. Точное, но несколько неправильное, потому что они уже сделали Россию. Вы посмотрите, вот с моей логикой, отнеситесь к тому, что сейчас происходит. Ни одного рабочего места новая власть не создала, ни одного. Экономика только держится на цене на нефть. Они только одним занимаются, переставляют чиновников местами, все. Но от перестановки чиновников местами сумма взяток не меняется, потому что рожденный брать давать не может. Не надо заблуждаться. И у нас вся внешняя политика проиграна, даже Украину проиграли. Кстати, вы знаете, что после того, как Ющенко победил на Украине, в России на следующих выборах победит Кащенко. Виновники убийств ни одного не найдены. Терактов. Война продолжается. Я понимаю, что легче бороться со мной цензурой, нежели с Басаевым. А еще легче со стариками нашими бороться. Это после того, что произошло с пенсионерами. Очень многие разочаровались. Рейтинг остался, а уважение упало. Я считаю, что надо Путину, президенту нашему, ввести монетизацию льгот его. Пускай утром идет в ЖЭК, получает талоны на бензин. А Грызлов, Грызлов, пускай ему попытается объяснить, что ему это выгодно. А РЕН-ТВ, РЕН-ТВ пускай это покажет, они пускай посмотрят, как народ над ними смеется. И Пускай Грызлов, может, хоть раз я увижу выражение лица у Грызлова на лице. Человек абсолютно без выражения. Там потасовка, Жириновский в куче малу собрал чек. Говорит, господа, перестаньте, пожалуйста. Какие господа? Посмотри на них. Я обожаю, когда люди над ними смеются. Обожаю, потому что это единственное, что нам осталось. Простите, отвлекусь, но это будет очень точный рассказ о том, чем они занимаются. Мне рассказал это губернатор. Я не буду говорить, кто один из губернаторов. Ну, чтобы не подводить, да и это не имеет никакого значения. Ельцин в августе месяце в жару поехал отдыхать со своей женой, ну, уже в наше время, на озеро. И говорит ФСБшникам, мол, моя жена ни разу рыбу не ловила. Давай, чтоб... Поняли? Вот теперь я чуть-чуть потяну время, чтобы... Чтобы, ну, чтобы в предощущении того вот удовольствия, которое вы сейчас получите. В августе месяце, в самую жару, жена Бориса Николаевича из озера выловила два замороженных карпа. Вот это ФСБ умеет делать. Это у них хорошо получается. Причем карпы такие, вот знаете, кривые. Никогда не думал, что карпа изображать в воду замороженного настоящее. А Ельцин разозлился и говорит, почему они кривые? Он не замороженные спросил, почему кривые? А ФСБ, они, ребят, находчивые, говорят, за поворотом ловили. Но я думаю, знаете, вот почему упало еще очень сильно, градус уважения упал к власти, я считаю, в последнее время, это из-за праздников новогодних. 15 дней праздников. Вот я горжусь нашим народом. Впервые за тысячу лет чиновники, наконец, довели наш народ до того, что он захотел работать. Пьяные мужики с похмелья уже седьмого потянулись к офисам. Молодец. Работать хочу, открой дверь, у меня бабок не хватает, а похмеляться уже. Это у этих хватает денег, у чиновников? Они в Африку на охоту, в Швейцарию. В Африке мне про наших чиновников рассказывали, знаете кто? Племена Масаев. Вы представляете, слава наших чиновников докатилась до доисторических племен практически. Но вообще у Масаев я узнал одну поговорку, это точно о наших чиновниках. Когда стадо баранов разворачивается, идет в обратную сторону, возглавляют шествие хромые бараны. Вы поняли, почему у нас такие неурядицы? Потому что у нас, мы все время разворачиваемся, у нас нормальные бараны не успевают выйти вперед. У нас все время хромые впереди. Вообще, я вам должен сказать, что о чиновниках писано много и нашими классиками... Вы знаете, что о чиновниках сказал Пушкин? А у него эту главу вырезали еще в то время. Бенкиндор вырезал. Из Евгения Онегина вырезана глава, в которой есть слова. Чином от ума избавлен. Александр Сергеевич Пушкин. Геллеровский. В России две напасти. Внизу власть тьмы, наверху тьма власти. Монтескье. Будь добр с людьми, которых ты встречаешь по пути наверх. Потому что ты встретишься с ними, когда будешь спускаться. Лев Толстой. Грандиозное выражение. Не вызывает столько смех, сколько какую-то... Ну вот ассоциацию вызывает правильную. 1898 год. Лев Толстой. Дневники. Приехал в Москву. Огни и роскошь. Грязь и нищета. Собрались злодеи. Ограбили народ. Набрали солдат, чтобы охраняли их оргию и пируют. Лев Толстой. Дневники. Для России единственное лекарство от водки это пиво. Салтыков щедрин. За наш рубль и сейчас ничего не дают, а скоро будут давать в морду. Я начал рассказывать про Африку, про Масаев. Так у Масаев просто легенда, как на охоту ездят наши чиновники. Значит, там вообще среди охотников считается самым большим достижением мирового уровня это собрать большую пятерку в Африке. То есть убить слона, буфала, носорога, льва и гепарда. Раньше большая пятерка считался Байрон, Шекспир, Мольер. Ну, сейчас времена изменились, естественно. И вот, например, один немец не мог за всю жизнь собрать эту пятерку. Он никак слона не мог убить. Причем одного и того же. И этого слона Масаи граблями сгоняли ему все время. Он им бабки, а они граблями слона подгоняли. И этот немец уже стряхлый был. Он всю жизнь этим занимался. И он все время не туда, слону, попадал. И, наконец, он последний раз приехал, слона увидел, лег и умер. Все. Он сказал, все, я не могу говорить больше эту вещь. А наш чиновник, ну, то, что мне рассказали, я вам перескажу, только, простите, там одно слово будет. Она не то, что нецензурная, не то, что пошлая. Нет, она просто противная. Наш чиновник из мэрии Москвы не имеет значения, кто. Главное, сюжет. Он приехал. Ну, а наши ведь напьются обязательно на охоте. И он с вышки, куда его подняли, с его ружьем. А ружье такое с бриллиантовой мушкой. Все в золоте. Миллионы три долларов стоит. Готовы? Готовы? И он обливал зебру. Вам смешно? Мне зебру-то жалко, друзья мои. Ой, бедная смотрит, думает, лучше бы тебя меня убил вообще. Это же... За что ты меня так? У нас же охотники уникальные. Я сам не охотник, мне не нравится это. Ну, я бывал на охоте, я сделал вывод, что только наш охотник может так напиться, что предаться умилению, глядя на бегущего на него кабана, и начать кормить с рук его. Я видел, как кабан аж сел от удивления, когда это увидел. Я считаю, что доконает уважение к нашим чиновникам, наших людей. Знаете что? Западная реформа, которая сейчас вводится в отношение образования. Литература. Тестируется теперь как на Западе. На компьютерах тестируются ученики. Причем вопросы. Вы сейчас получите удовольствие. Вопрос по литературе. Чем от Элла душил Дездемона? И ответы. Платок, носок, там, я не знаю, тряпка. Представляете, это страна, в которой были Пушкин, Толстой, Лермонтов. Компьютер проверяет знания по Толстому. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. Еще бы задали вопрос, под который вагон бросилась Анна Каренина. Ну и самый гениальный вопрос по Гоголю. Я очень люблю Гоголя, поэтому для меня это особенно трогательно. На какой руке болел большой палец у Добчинского? Да, это, 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 это все, к чему свелось знание Гоголя, что ли. Но вопрос запомнили? На какой руке болел большой палец у Добчинского? Ответа три. Спросите, какие? На правой, на левой и дрррр. Уже, уже часть нашей молодежи загнали и до этой реформы в формат западного мышления. Я во Владивостоке. У нескольких молодых людей спросил, кто такой Лозо. Мне они все ответили, это посёлок под Владивостоком. Что в сочинениях пишут? Как кроссворды гадают. Два молодых человека сидят при мне в ресторане, гадают. Кроссворды, знаете, теперь кроссворды с фотографиями. Не с фотографией, а с портретами. И там портрет Моцарта. Чуть не сказал фотография Моцарта, тоже хорошая. И они говорят, кто это? Тот говорит, это укупник. А вторая говорит, ну ты чего в самом деле? Какой укупник? Это же семь букв. Он говорит, ну, значит, Агутин. И пишут, Агутин. И у них ещё сходится это всё. Боже мой, друзья мои, что пишут в сочинениях? Гоголь родился на Украине под Ленинградом. Ну, в наше время даже последний двоечник не мог такого написать. Онегин и Ленский поехали в деревню проводить кастинг среди сестёр Лариных. А это какая грустная фраза, я не могу читать. Герасим утопил каштанку. А ведь инструкции уже переведены из английского и уже пришли в школы наши. Читаю. Попытайтесь понять. В учительских уже развешаны. Осуществлять образовательную деятельную деятельность на основе реализации системы образовательных программ с учётом концепции о непрерывности образования, увеличивающей мотивацию обучения, ориентирующему на дальнейший выбор профессии, учитывая приоритет личности ребёнка. И наши всерьёз будут этим заниматься. И наш министр всерьёз думает, что он делает какое-то хорошее дело. И так-то Голливуд уже стал нашим воспитателем. Посмотрите. Посмотрите. Висят афиши фильма «Алёша Попович» в скобках «Героический блокбастер». Парень молодой пришёл в книжный магазин, при мне спросил «Дайте книжку «Бизнес крокодила Гены». Ещё один попросил книжку «Кто сказал вау» вместо мяу. Это я расшифровываю. А что в библиотеках спрашивают? Боже мой, Булгакова дайте «Мастер по маргаринам». Лермонтова попросил песню. Говорит, мы сейчас эту песню проходим о купце, ну, которого Калашников был. Автомат имеет в виду Калашникова. Ещё кто-то пришёл, попросил бестселлер Островского в библиотеке. Бестселлер Островского? Беспредельница. Это, знаете, скоро уже будут спрашивать. Кулинарный бестселлер корейской кухни «Собачье сердце». А ещё один пришёл, говорит, мы в библиотеке, мы знакомим библиотекарше, мы проходим роман Чернышевского, этот вот, ну, как дела? Хорошо не спросил «How are you?». Я абсолютно уверен, что западная реформа для образования российской молодёжи, это, знаете, это перетянутый шланг проволокой, а шланг с живой водой. Но объяснить это никому невозможно. Ещё же попса стала воспитателем нашей молодёжи. Я сейчас... Знаете, где молодые люди, некоторые называют уже Цветаеву, крутой текстовичкой. Ну, это молодые люди, которые смотрят вот эти «Фабрику звёзд» и их выкидышей. Что эти выкидыши поют? Если это вдуматься... Новые... Я всегда во всех концертах привожу примеры, новые приведу. Цитата из песни. «Онемевшей рукой я впишу тебя в интерьер». Ласковая песня. А можно ещё размажу по стенке. Вдавлю в асфальт, тоже хорошо. О, как мне дорогие любые твои сухие розовые губы. Сухие губы — это сильно, друзья мои. Это просто мумия в макияже какая-то. «Я так тебя любил, что стены падали от твоего дыхания в темноте». Это как вообще спеть можно? Я еле произношу это. Молодые люди, это я для вас говорю. Вам же нравится это много. Я понимаю, что на дискотеке можно нижней чакрой работать под это. Но верхней — это невозможно. Невозможно, во-первых, представить себе, как не хватает фантазии. Будет лентой пулемётной красоваться поцелуем. Пулемётной лентой. Зубы уголовника вывитые. Синёкая улыбка полоснёт зарёю по лицу. Просто садюги какие-то. А, я расскажу, как наших мальчиков сделали на пальчиках. Ты па... Глюкоза. Глюкоза знаете, как расшифровывается? Коза с глюками. Да. А это шедевр, друзья мои. Это шедевр. Дай бог мне только правильно произнести. Пусть уходит грусть, и я к тебе припрусь. Это в стране, где была Цветаева, Мандельштам. А это продолжение есть. И когда я припрусь, праздник будет. Пусть. Вот почему я говорю про образование. Почему я столько внимания этому уделяю. Потому что от наркотиков молодых людей могут спасти только интересы. Никакие вот эти показушные компании их не спасут. Рок против наркотиков. Вы вдумайтесь. Это все равно, что Карлсон против варенья. Это... Это то же самое, что украинцы против сала. Бен Ладен против гексогена. А как вам нравится название дуэта? Попсового дуэта. Три поросенка. Дуэт. Хорошо, они учились в школе по арифметике. Это мне напоминает песню со словами «В небе три звезды, в небе три звезды». Это я и ты. Кого за две звезды посчитал, непонятно. Клянусь, если бы я был президентом, ну, не дай бог, но, я бы в первую очередь вернул советскую систему образования. Правда. Правда, это, конечно, очень сложно. Это все равно, что выдавленную пасту из тюбика обратно загонять. Но время есть. Я бы и армией не занимался даже. Нам такая армия не нужна. Лучше бы деньги перебросить на образование. У нас хоть образованная армия была бы со временем. И у нас есть время на это, потому что на нас никто не собирается нападать сейчас. Никто. А если нападут? Ребят, заходите. Нам только первой зимы дождаться. Уйдете, как миленькие. Объяснить это нашим министрам невозможно. Это все равно, вот объяснять, что западная реформа образования для России западня, это все равно, что пытаться привлечь дебила к вышиванию крестиком на пяльцах. Это все равно, что заставить слушать Моцарта глухого. Поэтому я и говорю об этом, потому что, ну, хотя бы, чтобы смехом решалась проблема. Я понимаю. Они говорят, все будет красиво звучать. Ну, я понимаю, деньги выделены на реформу, откаты заряжены. А при этом, говорят, будут все магистрами, бакалаврами. Да, в результате реформы все будут магистрами, бакалаврами, но с мозгами покемонов. Потому что эти магистры, западные бакалавры, на Западе, они... Вот сейчас вы сами догадаетесь, я даже не произнесу до конца фразу. Большая часть молодежи на Западе, несмотря на то, что они магистры и бакалавры, они думают, что Рафаэль и Микеланджело это терепашки-ниндзя. Он зала знает это. Они уверены, что Бетховен это собака. В Латвии, где уже давно западнизация произошла, образование на западный манер идет. И молодой парень в книжном магазине продает книги. Пришел интеллигентный латыш, а я немножко понимаю по-латышски, и слышу, этот интеллигентный, получивший образование в Советском Союзе, спрашивает у того, трое в лодке, не считая собаки, Джером Клавка, Джером, есть? А этот ему отвечает, молодой, у нас по собаководству ничего нет. Почему я говорю столько об Америке и говорил столько? А потому что я не хочу, чтобы мы тоже поросли таким душевным салом. Я вообще не хотел больше говорить про Америку. Я хотел выкинуть эту тему, но произошло то, чего я сам не ожидал. Наши люди подходят ко мне на улицах, подходят в магазинах, в самолетах. Говорят, я вам про Америку сейчас такое расскажу. И рассказывают такое, что мне пересказывать невозможно. Я горжусь тем, что благодаря мне про Чукчи стало меньше анекдотов появляться. Чукчи говорят, берегите американцев. Если с ними что-то случится, снова про нас начнут сочинять. Просто какая-то игра затеялась. Мне имейлы приходят. Доставляют мне просто удовольствие. Я не могу не пересказывать то, что мне рассказывают люди, или то, что мне приходят по имейлу. Девушка учится в Нью-Йорке в американском институте. Она из Карелии. Когда американцы студенты узнают, что она из Карелии, они ей говорят, а ты на кореянку не похожа. Еще одна девушка рассказывает из Одессы. Я им говорю, американцам, я из Одессы. Они говорят, о, знаем, Кремль, Красная площадь. Парень учится в Балтиморе, прислал мне имейл. Меня достали американские студенты вопросом, можно ли до России от Балтимора доехать на машине. Я уже говорю, что можно. Тогда они спрашивают, сколько времени на это уходит. Мне рассказывали инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии, в Альпах, что когда звонят американцы и спрашивают, у вас снег есть в Альпах? Тебе говорят, да, хорошая, холодная погода, приезжайте. Американцы после паузы часто задают вопрос, а как же у вас кенгуру в это время? Австрия. Они Швецию со Швейцарией путают. Это уже замечено вообще в мире. А моя знакомая пара учится в Лос-Анджелесе. Однажды они пошли на ужин с американской парой. И те их спросили, скажите, Россия больше, чем Лос-Анджелес? Наши говорят с гордостью, конечно. А те подумали и переспросили, а есть ли Лос-Анджелес сприг? Городами взять. Ну, наши говорят, ну, это уже где-то примерно одинаково будет. Потому что наши уже не могут всерьез отвечать на этот вопрос. Мне прислал имейл бывший наш профессор из Новосибирска. Новосибирск – это город ученых советских. Это удивительно высокий с точки зрения образования город. И вот ученый, один из наших, уехал в Денвер работать в компьютерный центр. И он мне пишет имейл. Я не верил в то, что вы рассказываете. Я думал, вы прикалываетесь. Но проведя здесь два года, среди американской профессуры, я тоже не выдержал и решил приколоться. И он мне, значит, описывает, что далее произошло. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Вот вы хихикаете, а, между прочим, с гордостью говорю, выступая в разных странах, я заметил, что только в русских залах есть некоторые люди, которые знают правильный ответ на этот вопрос. Потому что они получили образование достаточно мощное и знают, что сначала производится умножение по правилам. То есть ответ 6. Американский профессор, естественно, ответил 8. Наш сказал 6. 6. Американец сказал 8. Но он же главный на земле, он же американец. Наш сказал 6. Он говорит, 8, 6, 8, 6. Спорят два профессора. Очень интеллектуальный спор. Американец не выдержал первым. Говорит, давай проверим на калькуляторе. Завел в калькулятор по-своему и получил ответ 8. Говорит, видел, 8. А нашего просто так не возьмешь. Русские люди, они удивительно сообразительны. Во всем мире считают, что нас на помойке пальцем делали. Нет, друзья мои. Если бы нашу сообразительность направить по правильному вектору, вы бы все за углом милостыни у нас просили. И наш спрашивает очень находчиво. Ты на калькуляторе проверял. А что правильнее дает ответ калькулятор или компьютер? Ну, у американца есть две святых вещи. Это компьютер и психоаналитик. В конце этой истории американцу потребовалось и то, и другое. Потому что завели в компьютер. Компьютер-то знает правила. И выдает ответ 6. У американца... У американца... Друзья мои, у американца произошла протеря мировоззрения. У него были такие удивленные глаза, как будто там сверху поменяли таблицу умножения. А их не предупредили. А они главные на земле. Гениальную историю мне рассказали узбеки. Вдумайтесь в следующую фразу. Как они, узбеки, смеялись над американцами? Узбеки получили образование в советское время. И поэтому они с ироничным мышлением. И когда в узбекскую компанию достаточно богатых людей, финансистов, должен был прийти американский посол в Узбекистане со своей свитой, один из узбеков подготовил шуточный тост. Он думал, что американцы будут смеяться. Сейчас! Рассказывают тост. Обращали ли вы внимание, господа, на один факт исторический, что Колумб открыл Америку, а Америка была названа не его именем. А причина вот в чем. Еще за 200 лет до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Он очень подружился с индейцами. И когда он уплывал, индейцы провожали его со слезами на глазах, но он им не сказал, как их звать. И они кричали ему туда, на корму, на корабль, как тебя звать, чтобы мы за тебя молились. А он им кричал с кормы, меня звать Ибн, Саид, Де Кефир, Абдурашлеп, Абдурахман, и так далее. Ну, в общем, вся песня с припевом. А индейцы, да что, мы не запомним, мы индейцы, мы же у нас головки маленькие, ты покороче. А есть такое в Средней Азии слово АКА. АКА это очень уважающее, уважительное слово по отношению к тому, к кому обращается. Это старший господин, это брат АКА. И тот ему кричал, зовите меня, кричал он с кормы. Амир АКА! И они кричали, Амир АКА, Амир АКА. Это вы смеетесь. Так появилось слово Америка. Это вы смеялись. И узбеки смеялись тоже в этой компании. Не смеялись только американцы. Американский посол неделю рылся в справочниках. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз повторяю. Вот я об этом рассказываю, чтобы мы не уподобились среднему американскому классу. Потому что у нас гораздо больше именно живых людей. Мне один инженер наш, который работает в Америке, переезжает из штата в штат, написал потрясающий имейл. Я хочу, чтобы он вызвал у вас чувство гордости. Я вообще разделяю понятия родины и государства. Вот я считаю, я живу в лучшей в мире родине, но в чудовищном государстве. Когда я за границей, я скучаю по родине. А возвращаюсь я в ужасе от государства. И мне этот человек молодой написал, я путешествую по штатам. Вы знаете, что я понял? За несколько лет работы в Америке. Штатов много. А Россия одна. И одна американка, учительница в американской школе, мне рассказала случай, который должен вас просто вызвать гордость за наших детей. За их соображалку. Она мне первое, что сказала, что если хоть один русский ребенок или еврейский есть в американской школе, то американцы, дети, местные, просто дауны по сравнению с этими. Я говорю, ну это действительно так, у вас и города называются даунтауны. Она шутки не поняла, ну не имеет значения, я сам посмеялся. И был доволен процессом. Но то, что она мне рассказала, то меня восхитило. Я даже не смеялся. Задала задачку. На уровне нашей начальной школы. Классу задала. Скажите, сколько можно собрать трехколесных детских велосипедов, если на складе 123 маленьких колеса, а 62 больших колеса. И все что-то посчитали. Знаете, что наша ответила? Ни одного. Она поставила в тупик даже учительницу. Та начала возмущаться. Почему? Готовы испытать чувство гордости, да? Она же ответила, потому что одних колес недостаточно, чтобы собрать велосипедов. Я могу о них все говорить, потому что меня все равно лишили визы. Они перевели мое выступление. Я не знаю, как они это сделали. Это довольно сложный процесс. Но я еще говорил про Буша. Ну как можно перевести, например, фразу, что после 11 сентября Буш ведет себя, как авторитет, опущенный на зоне. Ой, а что он несет? Недавно Буш сказал, я горжусь тем, что мы великие, но несмотря на все наше величие, мы не должны хвастаться величием своим. Но одну фразу я слышал сам. У меня у катайка началась у телевизора. Я гомерической слюной забрызгал экран. Причем он сказал с гордостью за свой народ. И ему с гордостью аплодировали простые общечеловеки американские. А сказал он, только мы, великий американский народ, могли послать луноход на Марс. Я не над ними смеюсь, а над тем, что мы этому еще подражаемся. Они могут жить, как они хотят. Но, когда мне присылают книгу рекорды Гиннесса, я боюсь, что мы тоже начнем этим заниматься. Вы читали когда-нибудь книгу рекорды Гиннесса? Особенно, что творят американцы. Сейчас. Сейчас. Вот, например, один из американцев установил рекорд. Найду его. Вот. Скажите, у нас кто-нибудь будет этим заниматься? Самая громкая отрыжка. Ха-ха. 120 децибелов. Я не знаю, что он поел перед соревнованием, но... Но это равносильно тому, что вы слушаете рок-концерт на первом ряду в зале. Тоже громко. А представляете, вот это вы смеетесь, а там никто не смеется. Его уважают за эту отрыжку. Говорят, молодец, слушай, ты добился таких... Комиссия приезжала. Он тренировался. Всерьез занимался этим. Почему? Из-за бабок. Все из-за бабок. Сто тысяч долларов за рекорд Гиннесса. И все, он готов есть гадость, рыгать. Как вам нравится еще один рекорд в книге Гиннесса? Женщина начала чихать 13 февраля. Закончила чихать 24 марта. И комиссия все это время считала тихие. Ее тоже уважают. Она в компанию приходит, говорят... Слышь, ну покажи, как ты это вот... Ну тихо... И она чихает. А как вам нравится, разжеванной жвачкой выдал шар 30 сантиметров диаметром. Казалось бы, нормально. Дальше. Ноздряй! Только американцы могут всерьез этим заниматься. Я понимаю, я вижу, некоторые спрашивают, как это возможно? У меня тоже возник такой вопрос. Техника этого дела объяснена в скобках. Он разжевал жвачку, засунул в ноздрю, а жена через рот надувала его. Должен сказать, довольно противно, даже за 100 тысяч долларов. Но у них вообще с ноздрями что-то связано у американцев. Как вам нравится рекорд, который сформулирован так? Самый дальний полет зефира из ноздри. 4 метра 40 сантиметров. С попаданием в рот партнера. Я ничего не придумываю. Вы можете это все увидеть в книге рекордов Гиннеса. А это меня восхитил рекорд. Сначала я думал, с разбега он плюнул или нет, на 9 метров 69 сантиметров. Довольно далековато. А дальше читаю, не веря своим глазам, мертвым сверчком. Я по своему наивнику думал, что это способ плевания такой. Знаете, как есть плавание бутерфляем, кролем, сверчком. Не знаю, там, штопором плюнул, сверчком. Нет! Сверчок сдох. Он взял его в рот за бабки и плюнул. Его уважают теперь в американском обществе. Говорят, слышу, у тебя хорошее будущее. Ты еще давленым червячком можешь плюнуть. Хвостиком скунса очень хорошо может получиться. Конечно, среди американцев есть очень интеллигентные люди. Не надо думать, что они все такие. Есть люди удивительно образованные. И я знаю таких американцев. Знаете, как они заботятся о ветеранах? Никогда бы вот этой реформы не случилась в Америке, которая произошла в России. И никогда бы они не сформулировали, как наши депутаты, пенсионное время стариков. Знаете, как записано юридически? Сроки дожития. У американцев это невозможно. Они умеют заботиться о сиротах. Вы знаете, что американские семьи забирают детей из России к себе в семьи. И те живут, и те возмущены моими выступлениями. Вот эти дети выращены американцами. Я их прекрасно понимаю. Потому что я сам знаю американцев, которые говорят, вы поймите, голливудская продукция, ее смотрят только подонки, дебилы и иностранцы. Вот почему я говорю про это. Не они тупые, а мы тупые, когда мы попадаем в разряд подонков, дебилов и иностранцев. А теперь пошли разговоры о том, чтобы еще юридическую часть сменить на подобие американской, сделать законодательство. Вы, если бы вообще прочитали некоторые законы американские, с моей легкой руки началась игра в интернете. Я на одном выступлении приводил примеры законов американских. Ну, это без слез слушать невозможно. Ну, например, такое торжество юридического абсурда. В Нью-Йорке запрещается охотиться за кроликами из трамвая. А так хочется. Хлебом не кормить. Да, из трамвая. Вот стрельнут кролика. Ты кроликов завези туда, и все. В штате Айдахо запрещается рыбачить, сидя на верблюде. Тоже очень хотелось, да. А в Алабаме штраф или три дня ареста, если вы привязываете аллигатора к пожарному гидранту. Это настоящие законы. Я ничего не придумал. Знаете, как они появляются? Почему вот, почему это все появляется? Потому что страховые компании лоббируют законы. Ну, например, на Аляске есть закон, запрещающий будить медведя зимой, чтобы его сфотографировать. Вы же понимаете, почему? Потому что медведи очень не любят этого. Ни от фотоаппарата, ни от фотографа ничего не остается, в принципе. А страховые компании должны выплатить деньги, а они хотят. И вот такой закон проводят. В Чикаго пожарным запрещается выносить из пожара женщину, если она раздета. Вот так. Пожар, одевайся. Давай, одевайся. А понимаете, почему? Потому что он прикоснется к обнаженному телу, и она подаст в суд на него. То есть с благотворителя бабок срубить немножко. Синдром Моники Левински. У них нет слова порядочность. У них есть слово законопослушание. То, что по закону, то и есть порядочность. В Чикаго, между прочим, запрещено взрывать ядерные устройства в черте города. Чё ха-ха. Штраф 500 долларов. Вот только вопрос. С кого? С кого? В Лос-Анджелесе запрещается бить жену. Внимательно слушайте. Бить жену ремнём шире двух дюймов. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот точно измерили два дюйма. Всё. Полтора нормально. Отключи её по полной программе. Шире, чем два дюйма. Я ещё не договорил. Без предварительного согласия письменного жены. Дальше. Арканзас-река не имеет права по закону подниматься во время паводка выше моста. Арест, наверное, я не знаю. Может, штраф на реку накладывают. А в зале очень много, я понимаю, технически грамотных людей. Сейчас получите истинное удовольствие. В Индиане по закону число пи равно четырём. Они не могут на три четырнадцати умножать. Это сложно. Логарифмические линейки, они не знают, что это такое. Что такое готовальное, они не знают. Поэтому им на четыре. Вот это нормально на калькуляторе. За первенство в этом торжестве юридического абсурда борются три штата. Техас, Алабама и Калифорния. Техас – это родина Буша. Там даже появилась теперь поговорка. Ты придурок или из Техаса? Ну, это и то, и другое, в принципе. Он наглядное пособие по этой поговорке. Ну, там есть, например, закон в Техасе. Написано так. Запрещаются браки между лицами одного пола. Казалось бы, нормально. Но приписку, видимо, писал сам Буш. Это может привести к рождению неполноценных детей. В штате Алабама есть закон, который начинается со следующих слов. Собакам запрещается... Собакам. А там все собаки грамотные. Я вам сразу говорю, да, они очень грамотные. Они читают закон. Так вот, собакам запрещается спариваться ближе, чем 300 метров к церкви. А не мало того, что грамотные собаки, они же еще с рулетками ходят. Прочитали закон собаки. Отмотали 300 метров. И понеслась. Второе место я бы дал за этот закон. Третье за закон в Техасе. А первое... Это чудо. Вот вы сейчас послушайте, как вы отреагируете и поймете по этой реакции, что мы такими не будем. В Калифорнии кошкам запрещено. Тоже хорошо. Кошки тоже читают все в Калифорнии. Появляться после заката солнца на мостовых... Если у них нет сзади световых отражателей. Есть! Представляете? Представляете, у нас Лужков такой закон ведет. Друзья мои, я уверен, нас в Паркинсоне трясти будет всю жизнь. Всех москвичей от счастья. У нас будет со светящимися задницами ходить. Они в Америке не будут смеяться над тем, над чем и смеются. Потому что для них главное патриотизм. Они с этим патриотизмом уже весь мир достали. Испанцы опубликовали разговор «Перехват в море». Я вам сейчас его зачитаю. Если я не засмеюсь, будет хорошо. Ладно? Потому что я первый раз читаю, я еще не привык к этому. Испанцы. Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на чистоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Вы избежание столкновений с нами. Испанцы. Мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы. Уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца Линкольн, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера. Шесть истребителей, четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север, в противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салес Алканара. Нас два человека. Нас сопровождают пёс, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком. Испанцы, молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности. Но если вы не свернёте, ваш факинговый линкольн разобьётся о наши скалы. Друзья, понимаете, да, американцы во всём мире главные, а их президент главнюк. Я в нескольких телевизионных передачах говорил об одной легенде, рассказывал, и я буду говорить и рассказывать о ней всё время, пока люди это не усвоят. Есть древняя легенда. Этой легенде пять тысяч лет до нашей эры она была, по-моему, сочинена. Ведическая. Это в ведах записана она. Земля живое существо. И сегодня, когда многие удивляются, почему случилось с сынами, да потому что земля живая. А мы живём, после нас хоть потоп. А материки играют роль органов и части материков. А почему случилось в Азии в то время, как агрессивно ведётся Америка? Да потому что заболевает горло, когда промачивают ноги. Потому что земля живая, а это всё органы. И вот та часть земли, которая находится под Россией, в этой легенде древнейшей, хотя не было России, обозначена мозг земли. Мозг. Американский континент, пищеварительная система. И действительно, они же занимаются главным образом пищеварения. Посмотрите на их фигуры. 90% среднего класса Америки, это такие кишечники на ножках. У них все фигуры, как будто у них в штанах памперсы. Причём и душа в памперсах. Это не аристократы духа, а аристократы брюха. Причём и другие страны, можно посмотреть по этой легенде, какими органами являются. Индия, сердце, действительно похоже. Посмотрите, и ганг похож на главную артерию какую-то. Там, я не знаю, Аравийский полуостров, печень. Вот сейчас чистка печени начинается. Американцы роль клизмы будут выполнять. Чечня, геморрой. Это не я придумал, это один военный мне сказал, Чечня наш геморрой. И вот так рукой, вот так вот показал, видимо, совсем не понимает, где геморрой находится. Казалось бы, абсурд, да? Россия мозг земли. Я беру на себя то, что не должен был брать. Я ж сатирик. Ко мне прилепили такой ярлык. Сатирик. Должны были бы об этом говорить журналисты. Но я не считаю себя сатириками. Я считаю себя журналистом. Я очень люблю, когда с моего концерта уходят зрители с неким чувством восстановленной гордости за себя. У нас действительно удивительно соображающий народ с пытливым мозгом. И дети с пытливым мозгом. Я по себе знаю, меня с детства интересовал вопрос, зачем камикадзе-каски? Ни одного американца не будет, американского ребенка этот вопрос интересовать. И до сих пор меня интересует, откуда у краба в палочке? У нас людей интересует то, что вот не интересует в других странах людей. Мне в Петербурге приходит вопрос в записке. Михаил Николаевич идет, реклама растворителя. Растворяет все. А в чем его хранят? Только нашим на ум это может прийти вопрос. Еще одна записка. Гневная, даже по записке чувствуется. Михаил Николаевич, вот вы все знаете или делаете вид, я не знаю. Но объясните, почему бульоны и кубики называются кубиками? Это же параллели пепеды. А в перерыве я потрясающие записки получаю порой из зала. Что вы делали во время перерыва? Какое твое собачье дело? Это пытливость ума, друзья мои. У нас соображалка удивительная. Как будто вот какая-то вибрация под землей резонирует с соображалкой нашего мозга. Просто мы соображаем вообще беспредметно, без всякой пользы для дела. Женщины в деревнях чайники очищают от накипи спрайтом. Пробовали фанты, растворяется спираль. Эти покупают на Западе специальные аппаратики, чтобы вот эти скатанные такие катыши, некрасивое слово, с шерстяных вещей снимать. И что-то там делают наши скотчем. Все! Мужики придумали, как продлевать жизнь батарей в электронных на стенах часах. Это только наши могли придумать. Нобелевскую премию не за Виагру. А вот за что надо было давать. Продлевать жизнь батарей электронных, знаете как? Отрезают секундную стрелку. Гениально. Эти какие-то покупают аппараты, чтобы волосы с ног удалять. В русских деревнях женщины поджигают волосы. Все! Вообще не растет потом всю оставшуюся жизнь. Японские машины приходят с датчиками на алкоголь. В них нельзя пьяным садиться. Вы понимаете, что это не для русских мужиков? Только наши, сообразили, набирают перед тем, как сесть после ресторана в машину, пьяные волосы совершенно. Но все равно соображают. Набирают воздуха в грудь, успевают сесть за руль, не дыша завязать павиленовый пакетик на этот датчик. Японцы уже поняли, что никто, как русские, не соображает. Потому что наши приезжают на их машинах, а денег у них нет. Если колесо там что-то случилось, там лопнуло колесо, у наших нет денег вызывать помощь из автосервиса. Они сами ремонтируют. Японцы никогда такого не видели. А некоторые еще не просто ремонтируют, у некоторых насоса нет. Они идут в магазин, покупают уксус и соду. Засыпают соду, заливают уксус. Вынимая ниппель, колесо набухает. Как будто ты дрожжей поел и сел на отопление. И один японец, хохочет, видимо, пробовал. Я только не знаю, он колесо пробовал или дрожжей поесть. И один японец наших пригласил работать в Японию, в свой научно-исследовательский институт. Потому что он был поражен. Мне женщина одна рассказала про соображалку своего мужа. Он алкоголик. Я ему, говорит, не даю выпить, а самогонку сварим. Я ее закапываю в огороде. Он все бутылки находит. А знаете, как он собратил? Он пробки предварительно мазал валерьянкой. Весь зал понимает, о чем речь идет. И что, вот сказал бы я на Западе, они бы не отреагировали. А у нас все знают, и кота надо пустить в огород. Все! Где кот сядет, там самогонка. Запад уже начал скупать российских ученых. Мне задали вопрос во французской гостинице, администраторы этой гостиницы. Вы знаете, я испытал гордость за отчизну. Они меня спросили, вы писатель? Я говорю, да. Ну, мы вас не знаем. Я говорю, это понятно. А в чем дело? Ну, наверное, раз вы писатель, вы знаете психологию русского народа. Ну, чуть-чуть. Объясните нам, почему посетители всех национальностей, когда случается что-то со сливным бачком, вызывают сантехника. Кроме русских. Только русские снимают сами крышку сливного бачка. Че-то копошаться рукой там. И сливной бачок начинает работать. Вы можете нам объяснить, откуда... Вопрос был задан так, что я действительно был горд за нас. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не опозорил отчизны. Я с гордостью ответил, у нас в школе такой предмет преподают сливно. Такой скабрезный случай в публичном доме в Польше случилось. Ну, такое недоразумение. Трубу прорвало. А это припортовой публичный дом. Не надо смотреть на меня. Я не был свидетелем. Не надо. Это мне ребята рассказали. Моряки всех национальностей сразу сбежали. Не заплатив, естественно. Остались только наши. А потому что наши знают, что делать надо. Они вообще меня себя сейчас мужиками показать могут. Они собрали девиц в секшоповском белье. Кому раздали тряпку, кому швабру, кому вендерно. Заткнули это, что прорвало, эту дыру. Ну, там что-то. Вообще это снимать надо было на телевидении. Вот как эти все со швабрами ходят. Через три часа в публичном доме был наведен такой порядок, которого не было года три уже. Там хозяин публичного дома приехал, повесил портреты наших на доску почета, разрешил всю ночь бесплатно и дал абонемент на месяц. Это не все. Хозяин публичного дома был евреем, поэтому заранее позвонил в порт, узнал, что наши уходят на утро, поэтому и дал этот абонемент. Они же думают, что они лучше всех соображают, но они лучше русских. Наши ребята на утро что-то подкрутили в своем корабле и встали на месяц на ремонт. А сейчас я просто требую испытать чувство гордости за нас. Два немца ехали на газике по Подмосковью. Водитель. Нет, не в этом месте, я скажу где. Водитель Василий. Я всех, кто хорошо соображает, называю Василиями. Ну, газик вспыхнул, взбрыкнул, пар пошел, остановился, крякнув в последний раз. А это военный козел, вот этот. И немцы говорят, надо вызвать помощь из автосервиса. Конечно, ну а как? У нас все Подмосковье в автосервисах. Военных козлов, это понятно. Василий говорит, я лучше сам схожу. Говорит он. Говорит, я пошел. Куда? В автосервис. Все. Через полчаса или через час вернулся из близлежащей деревни Василий с консервной банкой, тщательно вымытой, с ножницами садовыми и с колготками женскими ношенными. Немцы так смотрят на то, что он привез. Спрашивают, это из автосервиса? Он говорит, да, у нас особый автосервис. Это особый тип машины. Он говорит. Вырезал садовыми ножницами что-то из консервной банки, что-то прикрутил. А колготки, мужики прекрасно понимают, что он сделал с колготками. Он их повязал вместо ремня генератора. Немцы смотрели на этот процесс, как на ремонт шаттла во дворе. Вот сейчас требую испытать чувство гордости за отчизну. Но когда газик поехал... Готовы? Готовы? Один немец другому грустно сказал. Наверное, поэтому мы проиграли войну. И вот у меня вопрос с пытливостью моего и вашего мозга. Как умудряемся мы, будучи поодиночке, Мичуринами, Эйнштейнами, Кулибинами, все вместе, составлять одно большое недоразумение? У меня есть своя философия, своя теория. Она появилась, когда я случайно, внимательно посмотрел на наш герб. По-моему, в нем сакральный смысл есть нашей национальной идеи, идеи российской. У него две головы орла, две. А короны три. Своей башки-то нет. Посреди корона пустая, а две головы смотрят. Одна на Азию, вторая на Европу. Как бы говорит, возьмите лучшее не с Европы, а из Азии. Из Европы мудрость азиатскую, быт европейский, и у вас появится своя башка. Не надо прорубать все время и в Европу окно. Прорубите. Там, подглядывайте. Там, музор выбрасывайте. Но не дышите. У вас большая часть страны Азия. Вы должны больше на Азию смотреть. Вы не Евразия, вы Азиопа. И когда вы научитесь тому, что умеют в Азии и в Европе, эти оба орла еще языки будут показывать каждый в свою сторону. У нас энергия... Почему? У нас сбилась программа. У нас энергия такая, которой нет у других, потому что у нас энергия Азии и Европы одновременно. Но у этой энергии нет вектора. Она скалярная величина. А эта энергия распирает нас. Только наши могут в бане вот париться в 120 градусов, водяры принять. Ну, надо куда-то деть энергию. Венек с колючей проволокой, чтобы пробрало тебя, наконец. А ребята тут на берегу Амура парились, им и этого не хватило. Они говорят, давай мы будем из парилки в крапиву нырять. И с разбега в крапиву, значит, обожгло лицо всем. Говорят, а давай ведра надевать будем, и будем в ведрах. Ну, это где в мире люди в ведрах, из бани в крапиву ныряют? Один об камень ударился, ведро погнуло, снять не могут, цепляется за уши, его в больницу голым, в ведре. А врач пишет, еще в истории болезни, голова в инородном теле. Это все из-за того, что сумасшедшая энергия, а вектора нет. Переезжаю по Сибири в поезде в каком-то, спрашиваю у проводницы, почему разбито окно в купе. Она говорит, мужики поспорили, кто сильнее головой ударит об окно. Зачем, вы можете сказать? Только у русских людей в маршрутных такси пишут, в маршрутках просьба по салону не бегать. Это какую надо энергетику, чтобы бегать по салону? Только русские люди стучат в дверь, сразу входят, сразу. Они не спрашивают, можно войти или нет. Нет, они не могут, у них не хватает времени. У них энергия впереди, мысли бежит. Я своему помощнику говорю, почему вы входите и не спрашиваете, можно войти? Теперь он стучит, входит, потом спрашивает, можно войти? Японцы провели эксперимент. Могут находиться 100 человек 6 часов на расстоянии 40 сантиметров друг от друга и оставаться спокойными. С русскими поставили эксперимент. На расстоянии метра 3 человека 2 часа не могут находиться. Обязательно передерутся. Такой энергетики, как у русского народа, вообще нет ни у кого. Мне доводилось встречать Новый год за границей. Во Франции даже. Французы не встречают Новый год, как наши. У них энергетика истощается на празднование Рождества. Слабаки! А наши и их Рождество, и наше Рождество, и Хэллоуин, и Пейсах по новому стилю, и Пурим по старому стилю, и Хэллоуин. Хэллоуин, кстати, старинный русский праздник, чтобы вы знали. Это американцы ошибаются, просто он назывался Пахмелоуин. А почему тыквы? Тыквы болели на утро. Очень болели. И глаза горели. За святой водой пошли с Леоном Измайловым в крещение. Вот эта очередь, о которой я уже говорил. И вдруг выходит батюшка и говорит, узнав нас, и понимая, что нам как-то... Мы не поймем, как вот встать в очередь. Люди будут приставать, фотографироваться. Он, батюшка, нам говорит, поглаживая бороду. Пойдемте, я вам дам святой воды с черного хода. И дальше гениальную фразу. А то русский народ в желании снискать благодать растопчет любого. В Загорске дети играют в новую игралку. Перебегают дорогу, кто ближе перебежит к едущему автомобилю. Но это поскольку Загорск, святое место, перед этим крестятся и говорят, спаси меня, господи, иду даром. Народ, которым снесло башню. Лежащие полицейские на улице видели когда-нибудь? У нас стали появляться. Во всем мире перед ними тормозят. Только русские разгоняются, чтобы оторваться всеми четырьмя колесами. И кричат. Вам смешно? Я ехал за грузовичком. Открытый кузов грузовичка под Сочи. А в кузове была свинья. Ха-ха. Я никогда не забуду глаза этой свиньи. кореша-то разогнались она так вот в наивысшей точке полета я запомнил ее глаза а ей же хочется кого-то увидеть, а я один перед ней она смотрит на меня с таким предощущением незапланированной смерти совершенно, даже я подскатил на этом, на этом лежащем полицейским, у нас логика сбилась в силу того, что энергетика сумасшедшая, вектора нет башку снесло и нам совершенно все равно, кто у нас в правительстве согласитесь, вот эту бы энергию по вектору пустить но, энергия большая вектора нет, закоротила живем в коротком замыкании собственного разума логика нарушилась, русские люди даже не отвечают на вопросы народ, который не может ответить на вопросы ему все равно, кто его возглавлять будет спрашиваю у человека какая сегодня погода он говорит, я вчера брал зонтик, а дождя не было я тебя не спрашивал, понимаешь? какая была вчера погода тебе совершенно все равно за кого голосовать совершенно не имеет никакого значения вулкан Этна на Сицилии спускаюсь с вулкана к воде к побережью идет наш человек навстречу мне нашего сразу видно за границей вообще, если вот, если женщины ходят на каблуках на пляже это наши, вот так уточками перевалятся мужики катаются в галстуках в горах, на лыжах если мужики ходят по улице за границей и смотрят на витрину это наше они смотрят не на то, что в витрине а вот животы у них вот как нормальные, что можно выбить или нет а женщин видно, потому что наши женщины они на дороге, на светофорах мучаются всегда успеют они перебежать на зеленый или нет и обязательно дождутся красного и бегут в этот момент приводя в замешательство всю округу а этого я узнал, потому что он сшел в сандалях на носки такие сморщенные носки такие затылки шарпея он идет в гору в гору идет, я с горы знаете, что он меня спрашивает? я правильно иду к морю этот народ не может жить хорошо пока башку свою не восстановит город Ухта, самолет заходит человек у стюардессы в самолете и спрашивают, куда самолет летит слышишь? а та им говорит, успокойтесь, успокойтесь я сейчас пойду к летчику узнаю и скажу вам обязательно народ со сбившейся программой только у нас продаются торты коробку с тортом видели когда-нибудь? снизу на коробке написано не переворачивать а во Владивостоке все ездят на машинах с правым рулем вот сбилась программа невозможно ездить по правостороннему движению с правосторонним рулем я ехал из Хабаровска на такой машине во Владивосток меня везли я думал, я посплю 8 часов а сейчас я ехал рядом с водителем по скоростной магистрали он меня спрашивал можно погнать? нет нет, нельзя потом говорю я поесть хочу он говорит вот кафе останавливаются говорит, выходите куда? это скоростная магистраль государство со сбившейся программой я в России не могу официантам объяснить что мне салат без майонеза принести невозможно они не понимают в Хабаровске говорю запиши без майонеза он говорит зачем записывать? я запомню я говорю запиши зачем? чтобы при разборках было на что опереться записал записал что записал? без майонеза принес с майонезом я спрашиваю почему с майонезом? готов? он говорит с майонезом вкуснее я не просил тебя вкуснее это по всей стране вот это творится Моя знакомая поехала в Ярославль. Первый раз из Риги выехала в Россию. Была поражена нашим сервисом. Мало того, что ей сказали, супермаркет там, вперед. Она прошла три раза супермаркет, потому что это был киоск. Собачья будка. Супермаркет. Продавщица ей что-то дала, там, из продуктов. И она, как в Риге принято, сказала, спасибо вам большое. Знаете, что ответила продавщица? Ты мне поговори еще. На рынке спрашиваю, это кассета лицензионная? Продавец, практически да. Во Владивостоке дайте минеральную воду. Продавщица говорит, вам из холодильника? Из холодильника. Она дает мне. Теплая. Я говорю, почему теплая? Она говорит, холодильник не работает. Она знает. Да. Ну, американец меня порадовал. Он хорошо знает русский. И женился на русской девушке. И говорит, знаешь, она мне очень нравится. Она такая чувственная, в гостях просто, ну, прелесть. Но, проблемы дома. Я не понимаю ответов на ее вопросы. Ну, потому что она с душой, а он отформатированный. Я говорю, а, например, на какой вопрос ты не понимаешь ответа, уже понимая, что сейчас я получу материал? Он говорит, ну, даже на простой. Хочешь чаю или нет? Знаете, знаете, что наше отвечает? Да? Да нет, наверное. Классно, да? Да, нет и наверное одновременно. Это для его компьютерной программы. Все. У него летит все. Вирус попал. У Солженицына есть удивительное выражение. Мне так оно нравится. В России сохранились спасительные задатки. Я считаю, он прав. Вот есть все равно в наших людях именно то, что он назвал словосочетанием спасительные задатки. Только у нас еще сохранились молодые люди, которые пишут стихи от души и для души, не для денег. У нас еще есть молодые люди, которые, соблазняя девушку, пересказывают ей стихи Цветаевой и Мандельштама своими словами. А если что забыли, то да сочиняю. У нас в ресторане влюбленные не платят каждый за себя. Их стыдоба разберет. У нас не составляют брачные контракты. Девушка принимает подарки и цветы от молодого человека, не считая себя обязанной ему юридически. Мы еще не узаконили чувственную жизнь бытия. Наши студенты в общежитии не сдают друг другу в аренду кастрюли. Только на русском языке в мире существует КВН. Только на русском языке. Это значит, только у нас такое количество веселых, остроумных молодых людей и один находчивый мысляков. Только у нас молодой человек может привезти девушку поздно вечером домой и начать ей со всей страстью пересказывать учебник термодинамики. И только... Он голосует аплодисментами за... И только наша девушка может влюбиться в него после его пылкого монолога о тепловой смерти вселенной. У нас еще есть, есть девушки, которых возбуждает, извините за откровенное слово, возбуждает мужской орган из двух букв. Ум. Че задумались? Все задумались? Потому что совестью России, совестью России всегда были не цари и не министры. А Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский у нас до сих пор ставятся памятники не политикам, а писателям, поэтам и режиссерам. В Ярославле памятник Волкову, актеру известному. И вот были молодые ребята из Риги в Ярославле, они говорят, ну этого на Западе у нас не может быть, чтобы студенты театрального училища. Памятник в Масленицу облепили блинами. Это никто в мире этого не сделает. Только у нас на день рождения дарят книги. Только у нас есть книжный магазин на Тверской. Это в мире нет. Книжный работает до часу ночи. Податые мужики. Между рестораном и казино они смотрят. Ша бы почитать сейчас им как-то. У нас родители не берут с детей арендную плату за то, что те в их доме живут после 16 лет. Потому что у нас дети, а не наследники. Только у нас родители заботятся о детях, пока те не уйдут на пенсию. А то и после этого. Да если кому-то из вас придет неожиданно гость, вы не будете его держать в прихожей, выясняя, почему он пришел без приглашения. Только наши женщины к приходу гостей пекут пироги. И только у наших женщин получаются кулинарные шедевры из того, что заболялось в холодильнике. И только наши накормят гося до отвала, не спрашивая, хочет ли он есть. Только у нас еще есть люди, которые не получая зарплаты, ходят на работу и получать удовольствие от общения. Только наши учителя, не получая много месяцев зарплаты, еще тащатся от того, что ведут бесплатно самодеятельные кружки. У нас уникальные учителя. Только наши учителя химии, не имея химических реактивов, могут объяснить словами, как пахнет выделяемое при смешении реактивов этих веществ. И при этом только наши ученики на экзамене могут узнать это вещество по описанному запаху. Только у нас еще, продолжая тему, это спасительные задатки наши. Только у нас еще сохранились врачи, которые навещают больных на дому, и еще есть врачи, которые даже денег не берут с пациентов. Есть, их немного, человек 12, но есть они. Только у нас есть ученые, которые, не имея компьютеров, делают мирового класса открытия. Под Питером ученый, домушник, изобрел в подвале самогонный аппарат, чтобы гнать стронцы 98-й частоты. Причем собрал его из остатков сталинского холодильника, пылесоса и трех грелок. Только наши тащатся от огородов в 6 соток. И едят овощи со своих огородов, с удовольствием сами чистят картошку. На Западе уверены, что морковка растет сразу очищенная, порезанная мелкими кусочками, обернутая в целлофаны со штрих-кодом. Тот же американец увидел как-то горох в стручках в России, сказал, какие же вы русские изобретательные. Такую упаковку придумали для гороха. У наших людей еще сохранились нетформатированные порывы души. У нас может остановиться машина, по себе знаю, около пьяного, и водитель скажет, садись, я тебя до дому довезу. И довезет, и поднимет тело на восьмой этаж, и уладит разногласия с женой, и выпьет с ней за здоровье того, кого принес. И пьяным сядет за руль, его остановят в милиции, и он скажет, мужики, я от бабы еду, и тебе скажет, езжай, это святое дело. Но в следующий раз не попадайся. У нас и в милиции, милиция, не обижайтесь, вы так порознь нормальные ребята, вот в зале. У нас есть даже в милиции особые люди, особо чувствующие и совестливые. Вон двое милиционеров остановили на улице ночью пьяного, чуть-чуть потрогали, ну как водится, чтобы не сопротивлялся, отобрали, отобрали 700 рублей, сотовый телефон. Он так грустно побрел от них. Они его вдруг окликнули, спросили, ты далеко живешь? Он говорит, далеко. Поймали машину и приказал водителю довезти ограбленного до дома. Напоследок сказали, извини, так вышло. Жизнь такая. И тот понял, у самого такая жизнь. Только наши люди в день победы 9 мая могли с такой страстью и пылом подбрасывать контуженного в войну ветерана, что к тому вернулась речь. Мы не вычисляемо способный народ со сбившейся программой. Только наш человек может догнать автобус. Если не на этой остановке, то на следующей. Точно! В автобусе обокрали женщину кошелек с зарплатой, небольшая зарплата, но она рыдала. Потом кровью заработаны. Так рыдала, что какой-то мужчина не выдержал. И дал ей 50 рублей. В результате весь автобус кинулся. И даже кондуктор взял из кассы деньги, отдал ей. У нас в фильмах, еще когда герои попадают в наших фильмах, в какие-то ситуации, они спасают души, души. А на Западе, говорят, спасаем. Весь зал знает. Наши задницы. Самое дорогое, что у них осталось. Наши еще умеют смеяться над собой. Знаете, мне в мире приходилось слышать, как немцы или французы, очевидцы цунами, рассказывают про это. Все бледнеют. Только русские рассказывают, ухахатывая. Слышь, мне палец оторвало. Смотри. И все. Слышь, как смешно получилось. Но особая надежда на наших российских женщин. Грабитель ворвался в банк, все мужчины сразу подняли руки. Однако Сирша не растерялась и ударила грабителя с сейфом по голове. В Неаполе, вот эти, знаете, на мотоциклах, жулики неапольские, они вырывают у женщин сумочки из рук. Всегда было нормально, пока у русской не попытался вырвать. Мотоцикл сам поехал, этот остался. Уже она не отпустит 50 долларов от себя. Никогда. Да, такие спасительные задатки сохранились в нас, но программа сбилась. Две женщины ходят по рынку в Турции в 30-ти градусную с лишним жару, выбирают дезодорант. И одна берет дезодорант Кенса, говорит, подруге, надо попробовать, прежде чем покупать. И вот так в подмышку себе. Раз. Говорит, понюхай. Так, так делают. Нюхает, говорит, что-то не очень. И я понимаю, что не очень, да? Народ со сбившейся программой. Только наш человек ходит зимой по улице, жалуется, что ему холодно, потом заходит в магазин, покупает мороженое. И идет его есть на улицу. Только наши люди друг у друга с ужасом, увидев друга на улице, спрашивают, что с тобой случилось? Ты так хорошо выглядишь сегодня. Только у нас звонят в дверь домой на вопрос жены, кто там, отвечают, свои. Только наши женщины доедают в холодильнике все испорченные продукты, чтобы они не пропали. Только наши мужики звонят жене в предпраздничный рабочий день с работы и говорят, у нас сегодня короткий рабочий день, поэтому я задержусь. Только наши женщины, когда мужья уходят на работу, хлопая дверью входной, кричат, это ты ушел? У семейных пар вообще своя логика. Я разговор слышал, как двое ссорились в компании. Он ее спрашивает, ты все сказала? Она говорит, нет! Что еще? Мне нечего тебе больше сказать. Только наш человек может в 8 утра в переполненном вагоне метро, стоя на одной ноге и держа портфель в руке, другой рукой разгадывать кроссворк в это время. Только наши мужики задают вопрос жене, сколько тебе надо времени, чтобы ты была готова через 15 минут? Только наши ревнивцы звонят жене домой вечером, спрашивают, ты дома? Только наши мужики будят своих жен ночью вопросом, ты спишь? Только наш, когда его называют по фамилии, переспрашивают, кто я? Дурака включает такого, да? Этому народу все равно, кто ими управлять будет. Только у нас в учреждении на стенде на всеобщее обозрение могут вывесить план внезапных проверок. Только наших рыбаков каждую весну уносят на одной и той же льдине по одному и тому же маршруту только наши запивают соленые огурцы молоком, потом говорят, что-то магнитные бури, что-то шевелится в животе. Только наш человек может в жигулях в сильнейший дождь ехать без дворников, а его жена, высунувшись по пояс из пассажирского окна дворником, привязанным к палке протирать с его стороны. Только у нас есть дороги с трехполосным движением, где есть средняя полоса для обоих направлений. Только у нас, если люди ошибаются, номером телефона попадают мне туда, еще права качают. Почему трубку снимаете? Я не вам звоню. Это не придумано, это все я в жизни встречал. Мне звонок. Вы не знаете, кому я звоню? Я говорю, знаю. Она говорит, спасибо большое. Повесила трубку. Все. А в Киеве в гостиницу звонок. И где я попала? Ну, я ей ответил, вы можете перезвонить? Я плохо вижу вас. Она говорит, поняла. Все, разговор закончился. В Сочи. Звонок мне в номер. Это номер 232. Я говорю, да. Голос. Обалдеть можно. Все. Вы поняли, что башню снесло у людей? Спокойно, спокойно. Только наш человек упаковку от подарка, упаковку от подарка, может открывать бережно-бережно, чтобы ее потом еще кому-нибудь подарить. Мужики, 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 дальше не слушайте. Страшная фраза. Только наши мужики ходят к любовнице, чтобы выпить. Женщины довольны. Только у нас считается, что вечеринка удалась, если все гости за ночь три раза бегали в магазин, сорвали голос, дверь надо ремонтировать, стекло вставлять. Удалась. Более того, еще соседи звонили в милицию, милиция приходила, ей налили, и они тоже считают, что удалась вечеринка. Только наши мужики, только наши мужики могут на пляже в самый санцебек пьяные и обгоревшие с трусами мокрыми на голове Играть в шахматы на щелбаны Только наш может обмыть покупку на сумму в четыре раза большую, чем стоимость покупки Только наш может поспорить на ящик водки, что он бросит пить Только наш после пол-литра выпитой в 30-градусную жару поет «Ой, Мороз, Мороз!» Только наши футбольные болельщики верят, что наша сборная может еще победить за минуту 45 секунд до конца матча Даже если счет 6-0 не в нашу пользу Но они сейчас возьмутся, сейчас тренер найдет, сейчас смерят тренера и все будет в порядке Только у русских есть выражение «красив, хоть в гроб клади» Только от наших я могу слышать фразу «Мы вчера на джипе так перевернулись, ужас!» Но слава богу, все были пьяные, поэтому никто не пострадал А мне менты рассказали, женщина, будучи за рулем, перевернулась на джипе Они спрашивают, как вы смогли, вам никто не мешал? Она говорит, я пыталась колготки переодеть Они ей говорят, это невозможно Она говорит, раньше получалось Только наш, перебегая улицу, на красный свет может быть сбит встречным перебегающим Только наши в туман, будучи за рулем В туман, будучи за рулем, высовываются из окошек автомобилей Они думают, лучше видно Вот так двое ехали навстречу друг другу А при мне в туман В гостинице мужик в 2 часа ночи В 2 часа ночи в туман вышел в трусах на балкон с пылесосом И стал водить пылесосом по туману И кричать, уходи, туча Мне летная погода нужна Уникальный народ Только наши, не зная ни одного языка За границей, могут объяснить руками все, что им надо Французская стюардесса чуть не заплакала Когда наша ей руками объясняла Что ему минеральную воду, без газа, но с лимоном Руками, да, он говорил Минерали вассер Это по-французски он говорил Минерали вассер Слышь, вот Ты поняла? Но слышь, вот с этим вот Изобразил поджелудочную железу Когда в нее лимон попадает Когда я летел в товар, с меня разбудилась стюардесса со словами Не пожалеете, посмотрите, как спит пассажир Только русский человек Может в самолете Спать на кресле На животе Вы представляете, сколько он пива выпил? Что его выпуклость совпадала с этой впуклостью И вот пока мы так смеемся Все-таки надежды есть, что мы свою башку обретем А то, что наши люди умеют смеяться над собой Я вам сейчас докажу Вот то, что я скажу, это про всех нас И про меня, и про вас Только наш человек Когда ему надо встать в 6 утра Заводит будильник на 5.50 Чтобы проснувшись, почувствовать кайф Что можно еще Десять минуток И обязательно проспит Я был в Новосибирске А Новосибирск знаковый город для России Новосибирск центр России географический А его центральная площадь Это совсем центр России И вот В самом центре России На центральной площади центрального города Новосибирска Плакат Крупнейшими буквами 15 лет Но какой? Да здравствует то Благодаря чему мы, несмотря ни на что Спасибо Все Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ